Многие люди живут в стрессе всю свою жизнь и даже не представляют, насколько это разрушительно для организма. В 1938-1942 годах немцы проводили исследования. Они брали самых выносливых, самых устойчивых, самых крепких, и месяц они подвергались постоянному стрессу. Через месяц самые устойчивые люди становились как тряпки и начинались болезни просто из ниоткуда. Почему так происходит, только сегодня можно сказать уже с научной точки зрения. Потому что один из верных спутников стресса это отсутствие нейрогенеза. То есть когда нейронных связей вырабатывается крайне мало или полностью перестает вырабатываться. Они необходимы абсолютно для всех процессов, которые сопровождает мозг. Например, процесс запоминания, процесс памяти. Наверняка у каждого была ситуация, когда вы читаете какую-то литературу или пытаетесь в чем-то разобраться, но ничего не понимаете, что вы прочитали вот на этой странице только что. Просто из-за того, что вы в полнейшем стрессе. Можете проверить, когда вы забыли какое-то слово, просто попробуйте понять. Если у вас стресс и вы успокоитесь, то вы это слово тут же вспомните и тут же сможете проверить то, что это все действительно работает. Давайте сравним мощности нейрогенеза в человеческом мозге и мощности оперативной памяти в каком-нибудь устройстве, в любом устройстве. И если вот этой оперативной памяти становится мало или она пропадает совсем, то не только само приложение, в котором вы что-то делаете, становится плохо работать, но и все само устройство, оно начинает плохо работать. Все процессы, все службы начинают тормозить, драйвера отключаться и так далее. Точно так же получается и с человеческим мозгом. Когда становится низкая мощность нейрогенеза, то не хватает нейронных связей не только на обычные дела, но и на обслуживание органов, которым мозг постоянно занимается. А когда долго не обслуживают что-то, то, естественно, это ломается. Как этого можно избежать? Ну, одна из самых реальных рекомендаций, учитывая, что никто не собирается уходить, и нет такой возможности уходить на необитаемый остров и спасаться таким образом от стресса, а именно внешний мир, он дает огромное количество проблем, то лучше всего помогает профессиональная система планирования для личных дел, которая поможет вам все дела содержать в ней и весь стресс именно в этой профессиональной системе планирования. Ну и, конечно же, прокачивать уровень психологии, психической грамотности, чтобы разбираться в этом еще лучше.